Алматинские бизнесмены активно принимают участие в карте индустриализации. За последние годы они реализовали 19 крупных проектов на 280 миллиардов тенге. Так удалось создать около 3000 новых рабочих мест. Самые перспективные инновационные проекты поддерживает государство и у способных бизнесменов есть хорошая возможность вырасти до крупных производителей. Подробнее об этом расскажет Айер Кирмек. За последние 4 года в рамках карты индустриализации в мегаполисе появилось 19 инновационных проектов. Создано 2500 рабочих мест. Среди них завод по производству теплоизоляционных труб для прокладки тепловых сетей. Относительно молодой предприятие активно пользуется государственными программами. Помимо участия в карте индустриализации, все оборудование было закуплено при поддержке дорожной карты бизнеса. Сейчас здесь создано около 100 рабочих мест. Самой большой поддержкой от государства здесь называют помощь сбытия продукции. За счет того, что если увеличиваются объемы, у нас получается, что численность увеличивается на заводе. Соответственно, это рабочие места, налоги для города. Замена тепловых сетей, да, то, что уже не надо там изолировать матами, там такими вот, да чисто уже изолированная труба идет, и система его декана, то есть где-то порыв или что-то такое сразу показывает, где она находится. Сегодня в городе в рамках карты индустриализации успешно работают 28 инновационных проектов. Общая сумма превышает 500 миллиардов тенге. Государственный механизм создан для того, чтобы государство работало совместно с крупным бизнесом. При этом частный инвестор принимает на себя обязательство реализовать проект. А государство, в свою очередь, гарантирует создание и развитие инфраструктуры. Проекты реализуются в девяти отраслях экономики, в сфере туризма, в сфере транспорта, в сфере обрабатывающей промышленности. Карта индустриализации – это своего рода банк проектов, то есть база. Мы создаем единую базу, включаем туда проекты, и Акимат города Алма-Аты мониторит дальнейшую реализацию этих проектов. Допустим, если в ходе реализации этих проектов возникают какие-то препятствия, то этим предприятием оказываются меры господдержки. В этом году к запуску готовится предприятие по выпуску дезинфицирующих средств на 280 миллионов тенге, созданием 120 новых рабочих мест. Еще восемь проектов планируется реализовать с 2015 по 2017 годы.